Всем привет! С вами Лиза и вы на канале Border Collie Vlog. Сразу извиняюсь, ну, возможно, немножко картинка не очень, но это скоро уйдет. Извиняюсь сразу за звуки, которые будут тут лишние, потому что это вот эта вот стайка, которая хочет со всеми нами пообщаться. Дурэнты, дурэнтосина. Надеюсь, это будет не сильно вас отвлекать от основной темы сегодняшнего ролика. Итак, сегодняшнее видео будет достаточно спорное, потому что я знаю, что такого мнения придерживается достаточно маленькое количество людей. И это обосновано тем, что когда люди приходят к ветеринару, им говорят, что сделайте еще вторую прививку, и тогда карантин, и сможете гулять с собакой. Сегодня я хочу объяснить, почему я немножко против этого. Сразу скажу, немножко. Я не бомблю и не ругаюсь с другими людьми, и даже вот кто с щенками, я тоже говорю им лучше. Ну, подождите и потом начните гулять. Я со своей фанечкой уже начала гулять. Что значит, что я имею в виду насчет гулять? Это брать под ручку, в одеялко, потому что сейчас холодно, если было бы лето, то просто под ручку. Одеваю ошейник, поводок обязательно, чтобы если, не дай бог, собака вырвется из рук, начнет падать, то она не долбанется об землю с рук, а повиснет на ошейнике. Это просто мера безопасности, но изначально мы, конечно же, стараемся сделать так, чтобы собака ни в коем случае не спрыгнула с рук. Вот какой-нибудь испуг или, наоборот, желание побегать быстрее, быстрее, быстрее. Начнем тогда сначала. Период социализации щенка проходит с месяца до трех месяцев. То есть, все, периода от одного до трех месяцев. Сразу же это отвечает на все практически вопросы, которые сегодня появятся. Почему же я все-таки начинаю гулять с двух месяцев? Потому что когда мы выходим гулять? В три и неделя, в три месяца и неделя. Это очень поздно, и обычно как щенки выходят? Щенки выходят поязливые, такие выходят на улицу, и поджатые, и хвост вниз, и все страшно. И до этого, чтобы щенкам было легче адаптироваться, мы делаем первые две прививки, которые нужны в нашем регионе, в нашей стране. Ну, потому что в каждой стране, в общем-то, у всех по-разному, потому что у всех разные болезни. Ну, в основном, две основные. Щенки меньше боятся, они легче воспринимают новые предметы. Все новое они больше воспринимают с интересом, чем со страхом. Из-за этого мы этим и пользуемся при первых прогулках. Первая прогулка у нас состоит в том, что мы просто... Ну, у нас есть как коридор, куда они не заходят. Это такой предбанник между двумя квартирами. И за предбанником идет уже основной коридор квартиры. И первое, они вышли первый раз туда. Это было вот после первой прививки где-то сразу же. На второй день, что-то где-то так. На следующий, когда мы видим, что, ну, собака нормально реагирует на что-то новое. У меня щенки туда забежали, такие, вау, оу, как классно, все новое, изучай, быстрее, давай. И теперь, такие, пускай нас туда снова, хотим изучать это. Теперь, первый вообще выход, это был к ветеринару, но я его не считаю. Твой выход. Второй выход, это уже на ручках к лифту. И я посмотрела, она так хорошо себя отреагировала. Реагировала, то есть вообще позитивненько, хорошо, ничего не испугалась. Так что мы решили не возвращаться домой уже, а проехать дальше и выйти на улицу. И посмотреть, как она себя ведет. Так как щенок вел себя совершенно адекватно, нормально на улице. То есть при выходе на улицу, то есть посмотрела, вот такая, уу, классно, клево, прикольно. Она не испугалась лифта, то есть на ручках, на ручках все такие отважные, классно, весело, мне кажется, ей прикольно понравилось. В конце видео вы даже, ну, увидите, как она с Леоном немножко поиграла в лифте и хотела там что-то пожрать в лифте. Из-за этого мы спустились на лестницу и вышли на улицу. Я посмотрела, что собака очень себя хорошо ведет, очень классно. И мы пошли дальше, уже больше гулять. Первая прогулка у нас такая совсем слабенькая, маленькая, ну, 2-3 минутки, это недолго. Мы вышли просто у нас во дворики, потому что там было безветренно, а на тот день был очень сильный ветер, но внутри двора было достаточно безветренно. Там есть, что собаке изучить. Собака это декоративная собака, она в основном все изучает, когда смотрит. Наши собаки современные очень редко пользуются нюхом, носом, слухом. В основном они также изучают пространство, как и люди, то есть зрение. Охотники, вот охотничьи собаки, вот они, да, они помощью носа работают. А все декоративные, домашние, любимчики, сидящие на диванчике или даже чем-либо занимающиеся, кроме, ну, тем, чему угодно, в основном они пользуются глазами. Из-за этого наша задача на период до трех месяцев показать максимальное количество разных предметов собаки. Десять транспорта, десять растений, десять людей, там десять еще чего-либо, то есть там десять зданий. То есть всего-всего-всего надо показать собаке. В этом есть одна загвоздка. Собаке нельзя показывать все подряд. То есть за один день, например, мы покажем десять транспортов. У собаки взорвется мозг. Она не сможет переварить такое количество информации, так что работаем понемножку. Например, на первой прогулке Фаня увидела большое здание, то есть квартирный дом, клумбы, деревья, машину. Ну, она услышала, как козует немножко машина, то есть звук такой. Причем она так посмотрела, и такая, ну, прикольно, классно. Ну, то есть никак ни страх, ни удивление, просто ну окей, прикольно, и все. Специально не подводила к этим предметам, чтобы она смотрела. Просто если я видела, что собака заинтересовалась каким-либо действием, предметом или звуком, мы останавливались. И я ждала, пока собаке перестанет интересным быть этот определенный звук или предмет. Чтобы она поняла, что, ну, с ним не особо интересно, это просто бытовая вещь. Мне главное добиться, чтобы это была бытовая вещь. Первая прогулка прошла достаточно успешно. Я не брала на тот момент еще никаких собак, потому что я не знала, справлюсь я с ней, будет ли она вылезать из рук, выпрыгивать. То есть, если бы она выпрыгивала из рук, я бы не брала еще одну, ну, кого-нибудь с собой, и я бы не справилась просто. Надо было бы тогда гаврика брать, ну, тех, кто без поводков может ходить. Лео не вариант тогда был. Вошли в дверь, поднялись снова по лестнице, вызвали лифт, пришел лифт, вошли в лифт, поднялись, вышли. То есть лифт это тоже новый для нее предмет, она только один раз его в жизни не видела, и то в переноске со всеми щенками, когда к ветеринару ездили. Что я не считаю вообще выходом в люди. Потом я ее наверху уже отпустила, в таком коридорчике. И интересно, как видеть, что она гуляла в полотенце маленьком, и она использовала это полотенце как свой личный такой портик, где, ну, место, где не надо бояться. То есть ее личное пространство, где ей не страшно. И это очень-очень классно, что она уже в новом месте нашла место, где ей не страшно. То есть место безопасности, коврик безопасности получался такой. Потом открылась дверь, она залетела домой очень радостно, добра, классно, и уже была счастлива встретиться со всеми щенками, и это было круто. На второй день мы вышли тоже. Вышли мы уже с Леоном. Вышли мы точно так же, просто с другим одеялком, но это, честно, не суть важно. Оно в любом случае с запахом дома. Что ее должно чуть-чуть успокаивать, если что. Вышли уже днем, пошли по чуть-чуть другому маршруту, тоже во дворе, просто другим маршрутом. Она чувствовала себя хорошо, и только под конец она немножко начала дрожать. И было холодновато все-таки. Или это от страха, или от холода. Я думаю, чуть-чуть все-таки от холода. Прошла прогулка отлично. Я решила в конце чуть-чуть продвинуться и, так скажем, отпустить ее в лифте. Я расстелила одеялко и положила ее внизу. Все прошло отлично. Она такая, о, классно, еще и Лео рядом, поддержка. То есть все супер круто, круто, круто. Она оценила, ей повеселило, она даже пожать что-то хотела. То есть она не чувствовала никакого волнения и стресса от этого. Все прошло идеально просто. Следующая прогулка также будет на ручках. Мы гуляем с ней где-то раз в день, раз в два дня, чтобы она успевала переваривать ту информацию, которую она получает. Потому что моя изначальная сейчас задача показать ей, что такой мир, что он есть. Показать, чтобы она видела их глазами. Извиняюсь за голос. А потом она уже будет нюхать и с помощью носа общаться с другими собаками, нюхать метки и все остальное. Но это уже в три месяца. И ей уже не будут мешать окружающая среда. Деревья, ветер, солнышко, машины, мотоциклы, какие-нибудь листочки. То есть ее это не будет уже пугать. И она будет к этому относиться как... Ну, оно должно быть так. Так просто должно быть и все. То есть собака не выйдет теперь на улицу, когда первый раз в три месяца после приивки она встанет на землю. Она будет чувствовать себя нормально, хорошо, свободно. А не так, как чувствуют обычно собаки себя, которые такие... Первый раз вышли на улицу в три месяца и неделю и такие... О, что это, где я? И хозяин сразу, хоп, пошли гулять вокруг дома. То есть много-много-много информации сразу задает. И собака просто проваливается, так сказать. И для нее это огромный-огромный стресс. А как мы знаем, стресс... Это плохо, 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 очень плохо. И он выводится... Собака где-то успокаивается. Ну, за три недели. Ой, за три дня где-то, извиняюсь. За три дня где-то. И представляете, это вы каждый день гуляете. И каждый день собака находится в стрессе. А когда щенок еще нету трех месяцев, собака воспринимает все достаточно просто. Плюс она еще находится в стае своей щенков. И этот... Она не получает такого большого стресса, как если бы это было в три месяца. И вот моя задача сейчас на данный момент, для того, чтобы у собаки не было ни фобий, ни каких-то страхов, ни еще что-либо, показать собаке, что такое мир. И как кто-то когда-то мне сказал, показать собаке 10 машин, 10 цветочков, 10 растений, 10 деревьев, 10 домов, 10 людей и тому-тому-тому подобное. Надо как бы, ну прям 10 это иногда нереально сделать, но ты должен каждый раз показывать хотя бы одну новую вещь. Там одно новое дерево показывать, там один новый листик, один новый самокат, один новый фонтан, то есть одно новое здание, то есть что-то каждый раз, каждый день должно быть новое. Из-за этого вот я и хожу сейчас два месяца с щенком вот таким образом гулять. Сразу говорю, это очень спорная тема, и нельзя... Я не могу сказать, что все сейчас срочно выходите с тухмечными щенками гулять, нет, я не могу такое сказать, потому что все-таки есть ветеринары, которые, да, говорят, что в три месяца лучше выходить, и правда, для здоровья, так скажем, если у вас есть там дикие, бродячие собаки, или, ну, какая-то болезнь распространена в вашем регионе или в вашей стране, то лучше, конечно же, перебдеть, чем недобдеть, так что лучше бы тогда, чтобы щенок был дома. Но так как у нас нету ни бешенства, что ни нет, ни бешенства, ни каких-то болезней, то есть у нас каких-то две болезни сейчас летают, но... когда у нас говорят, что это летают, это значит, что на парочку собак заболело, и все. То есть это не так страшно, как кажется на первый взгляд. В общем-то, больных у нас собак мало, бродячих собак у нас нету вообще, ну, то есть у нас есть где-то там в поселках, вот это мало. В основном всех сразу скидывают в приют. Все. Надеюсь, вам понравилось это видео, было информативным, потому что я давно хотела с этим поделиться, а у меня тут живой пример, так скажем, есть, и это было круто, что я могу сразу показать, как это работает, а не просто на словах. То есть слова и практики иногда даже отличаются, а тут и практика, и слова, и теория, и практика одновременно, и это круто-круто-круто. Все, спасибо, всем пока. Не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчик, и обязательно ставить лайки.